Глава тридцать девятая Потом была полиция, скорая и множество встревоженных жителей со всех уголков Ла-Сите-Радиез. Быть ограбленным оказалось противно и стыдно. Том знал это, особое ощущение унижения, которое возникает, когда ты побежден и проиграл подчистую. Но противнее всего были бюрократические формальности, заполнение форм, местная больница, отказаться от врачебной помощи было невозможно, сочувствие незнакомых людей и вся суета, которую вокруг него подняли. Его осмотрел врач. Он выписал сертификат медикаль, где сообщалось, что Том не получил серьезных повреждений, кроме кровоподтека на левом бицепсе и еще одного на левом бедре. Оба синяка уже приняли интенсивный баклажановый оттенок. Правое колено немного распухло. Кроме того, кожа под глазом была рассечена, но зашивать рану не требовалось. И Клод, врач скорой помощи, который осматривал Тома, и Лоран, мрачный полицейский, который только утром арестовал Труа Путен де Бер, советовали ему остаться в больнице на ночь и пройти полное обследование. Примечание Труа Путен де Бер в переводе с французского «Троих чертовых арабов». Конец примечания. «У вас, может быть, шок», — убеждал Клод. «Вам нужно сдать кровь на анализ», — говорил Лоран. «Как еще узнать, не получил ли месье Юниак каких-либо внутренних повреждений?» Тома, который с пятнадцати лет не лежал больным в постели больше одного дня, твердо верил в то, что нужно слушать свое тело, а не советы уставших госслужащих. В данном случае тело сообщало ему именно то, что он хотел услышать, что утром он будет чувствовать себя на пару десятков лет постарше, что суставы будут гнуться с трудом, и что из-за ушибленного колена ему придется несколько дней похромать. Так что можно было сделать вывод, что больше всего пострадало его самолюбие. Вдобавок к тому, оказался в неудобнейшей ситуации, ему пришлось давать официальные показания марсельской полиции от имени Стивена Юниака. Все его существо, фигурально выражаясь «шпионская ДНК», сопротивлялось подобной процедуре. Это противоречило основному принципу работы, проводя операцию за границей, привлекать к себе как можно меньше внимания. И тем не менее, если ДГСЕ решилось послать за ним двоих арабских бандитов, другого выхода у него не было. Симпатичный, ухоженный Ситроэнк Сара Уларана они добрались до полицейского участка меньше, чем за пять минут. Он находился примерно в полумиле от лучезарного города. Помогли полицейские сирены. Участок был расположен в трехэтажном здании из песчаника. На фоне суперсовременных окраин Марселя оно выглядело как странный пережиток прошлого. В приемной болтались типичные для послеобеденного времени клиенты. Нервные карманные воришки, громко протестующие драгдилеры, недовольные бизнесмены, которым предстоял тест на содержание алкоголя в крови, и пенсионеры с жалобами. Тома проводили в кабинет на третьем этаже. Официальный допрос проводили двое. Лоран и его напарник Алан. Жесткий полицейский лет тридцати с чем-то, с седоватой щетиной на подбородке. Из-за пояса у него торчал блестящий пистолет. Время от времени Алан машинально к нему прикасался, как человек, который поглаживает кошку. Тома попросили составить полный список предметов, находившихся в сумке, и он добросовестно перечислил все, что вспомнил. Несомненно, Джимми Маркуэнд и его коллеги-бюрократы потребуют копию официального полицейского протокола, чтобы получить страховку за камеру и лэптоп. В последние годы ни одно дело в Ми-6 не обходилось без подобной дотошности и мелочности. Через полчаса Тома провели в другой кабинет и показали ему серию снимков местных бандюганов арабского происхождения. Ни один из них не был похож на тех людей, что на него напали. К тому времени, как Лоран полностью удовлетворился, было уже семь часов. Допоследок он попросил Тома подписать официальное заявление, и к явному отвращению Аллена извинился за то, что британский турист стал жертвой преступления, совершенного иммигрантами. Том, который не сомневался в том, что нападавшие забрали его лэптоп и телефон по заказу, поблагодарил обоих полицейских за терпение и профессионализм и попросил по возможности скорее отвезти его обратно в отель, чтобы он мог отдохнуть перед тем, как отправиться утром в Париж. Не успел Лоран ответить, как зазвонил телефон. Он взял трубку, сказал «да», а потом, как показалось Тому, его переключили на внутренний звонок. «Уи-уи», — медленно произнес Лоран и слегка улыбнулся. Он встретился глазами с Томом и закивал. «Видимо, что-то произошло», — подумал Том. «Кажется, вашу сумку нашли, месье Юняк», — сказал Лоран, повесив трубку. Ее бросили неподалеку от Ля-Сет-Тер-Адьез. Ее нашел прохожий и позвонил в полицию. «Сейчас один из моих ребят ее принесет». Три минуты спустя в дверь постучали, и в кабинет вошел третий полицейский в идеально отглаженной темно-синей форме и форменных ботинках. Как и у Алэна, на поясе у него висел пистолет, но этот человек выглядел гораздо более внушительно. Он казался серьезным, жестким и абсолютно безжалостным. Бороды уже не было, и вместе с ней он сбросил не меньше десятка лет. И тем не менее Том узнал его сразу же. Это был Люк. Глава сороковая Тот факт, что Люк сбрил бороду, сказал Тому все, что требовалось. Собеседник Мало с парома собирался допросить его под личиной полицейского, и он не хотел, чтобы Том его узнал. Он жизнерадостно поздоровался, передал сумку Лурану и представился как Бенедикт Вольтер. Том подумал, что это самый нелепый псевдоним, какой он когда-либо слышал. «Итак, что у вас произошло?» спросил он по-английски. Алэн немедленно освободил стул, как будто для вышестоящего гостя. Том заметил, что на плече у Люка было на одну полоску больше, чем у его якобы коллег. Он явно был старше их по званию, а, скорее всего, являлся офицером французской разведывательной службы. Алэна и Лорана, вероятно, заставили ему подыграть. Месье Юниак, гражданин Великобритании, он осматривал Лассетер-Адьюз, и в это время на него напали двое молодых людей арабской внешности. Они забрали сумку месье Юниака, но, кажется, ему повезло. — Кажется, да, — подтвердил Люк по-французски. У него был сиплый, грубоватый голос курильщика со стажем. Его глаза не отрывались от лица Тома, вид у Люка был такой, как будто он все знал и просто оттягивал момент, когда можно будет разоблачить Тома в открытую. Лоран расстегнул сумку. — Посмотрите, пожалуйста, может быть, что-то отсутствует? Он передал сумку Тому, и месье Юниак начал торопливо выкладывать на стол содержимое прямо на бумаге и кружке из-под кофе. Сначала он достал лэптоп, с виду абсолютно целый и невредимый. Потом камеру. За ней мобильный, он был по-прежнему включен. Том пристроил его рядом со своим лондонским телефоном. На дне сумки, бок о бок с картой Марселя, лежала драка за Африку. В конце концов, Том расстегнул внутренний карман и извлек оттуда бумажник Юниака. — Два мобильных? — с подозрением спросил Люк. Том понимал, что сейчас его положение куда более опасно, чем во время потасовки в коридоре. Сим-карту наверняка проверили и отследили, и ему оставалось только надеяться, что Марк Уэнд успел подчистить все концы и уничтожить следы пребывания Юниака в Ницце. По чистой случайности, и это было огромным везением, лондонский мобильный Тома остался при нем. Если бы он попал в руки к люку, игра была бы уже закончена. — Все правильно, — ответил Том и взял мобильный Марк Уэнда. Один для работы, другой для личных дел. На экране было одно непрочитное сообщение, и он открыл его. Оказалось, что СМС было от самого Марк Уэнда. — Ты был прав. Все в городе, и все в порядке. Увидимся на следующей неделе. — Для личных дел, — повторил Люк по-английски, как будто Том употребил какой-то эвфемизм. Судя по запаху, он совсем недавно выкурил сигарету. — Это потрясающе, — радостно заявил Том. Он решил не обращать внимания на Том Люка и вести себя как счастливый Стивен Юняк. Кажется, все на месте. Лэптоп, камера. Он открыл бумажник и быстро просмотрел банковские дисконтные карты пропуск в сады Кью. Естественно, 400 евро наличными внутри не оказалось. — Мать твою, они забрали все мои гребаные деньги. Прошу прощения. Лоран улыбнулся. — Нет проблем. Он быстро посмотрел на Люка, как будто спрашивая у него разрешение. — У вас ведь есть страховка, да? — Конечно. — Сколько у вас взяли? Сколько там было? — спросил Люк. — Думаю, примерно 400 евро. Утром я снял 500 в автомате, но потом потратил. — Напишите в заявлении, что у вас была тысяча, — предложил Люк. Это был очень умный психологический шаг. — Не уверен, что это хорошо, — начал Том, но улыбнулся так, чтобы было понятно, он возражает только для виду. — Спасибо. Он кивнул Люку и постарался, чтобы ответ прозвучал как можно более искренне. Он выложил на стол потрепанные фотографии Беллы и Дэна, своих несуществующих детей. Надо было соответствовать имиджу семейного человека и любящего отца. Вот мои настоящие сокровища. Самое дорогое, что лежит у меня в бумажнике. Я рад, что они остались со мной. — Конечно, — быстро согласился Лоран. Кажется, он был действительно тронут. Даже Люка умилила подобные проявления отцовских чувств. — Как насчет компьютера? — спросил он. — Он не пострадал? Это был самый острый момент в допросе. На лэптопе ДГСЕ могло поймать его легче всего. Сумку Тома украли главным образом за тем, чтобы добраться до компьютера. В этом он был уверен. Не менее твердо Том был уверен в том, что если бы им удалось взломать пароль, лэптоп никто бы не вернул. И даже в случае успеха французские компьютерщики вряд ли обнаружили бы там какие-то улики. Еще в отеле Том запустил разработанную МИ-6 особую программу, которая стирала настоящую историю пользователя и заменяла ее безобидными куками и учетными записями. Взломщики увидели бы только ряд имейлов и запросов поисковики, соответствующие невинным интересам Стивена Юняка, консультанта по маркетингу и верного семьянина, подписчика Daily Mail, который изредка делает ставки через букмекерскую контору Пэдди Пауэр. Легенда Юняка была настолько правдоподобной, что ему даже сделали аккаунт на Амазон. Том открыл крышку лэптопа и включил его. Работает? Люк встал и подошел поближе. Он явно собирался стоять у Тома за спиной, пока он будет набирать пароль, и Тому ничего не оставалось, как продолжить. Под внимательным и нисколько не смущенным взглядом Люка он вбил в окошко десятизначный код. «Могу я спросить, зачем вам пароль?» «Я консультант», — серьезно сказал Том. Нужно было всего лишь следовать легенде. «У нас есть важный клиент, которые не хотели бы, чтобы информация об их бизнесе попала в чужие руки». Он вспомнил, как долго смотрел в экран монитора в каюте на пароме. Возможно, тогда он был под прицелом камеры, и это не осталось незамеченным. «Проблема в том, что я всегда забываю этот чертов пароль. Он такой длинный», — объяснил он. «Ну да». Люк не сдвинулся ни на дюйм. «Вы хотели что-то посмотреть?» Том обернулся и бросил на него взгляд через плечо. «Это должно было подсказать Бенедикту Вольтеру из Марсельской полиции, что он слегка нарушает границы чужого личного пространства. Кажется, все нормально работает». Намек был понят правильно. Люк машинально протянул руку, чтобы погладить бороду, которой уже не было, потом отступил и подошел к окну, расположенному в южной части комнаты. Он задумчиво побарабанил пальцами по стеклу, и Тому стало интересно, что Люк придумает теперь. Разумеется, ДГСЕ уже убедилась в невиновности Стивена и Юняка. Не было ничего, что могло бы связать его с Амелией или Мало. «Что вы делали в Марселе, месье Юняк?» Первым побуждением Тома было сказать, что он уже отвечал на этот вопрос много раз, но поддаваться на провокации Люка было нельзя. «Я был в отпуске в Тунисе. Я прибыл сюда на пароме вчера вечером». Люк повернулся к нему лицом. «Может быть, на пароме у вас был с кем-нибудь конфликт, и этот человек выследил вас в Марселе и напал на вас?» Такого поворота Том не ожидал. «Чего он хочет этим добиться?» «Не думаю. Я поговорил с парой человек в баре, потом еще с кем-то в очереди, пока мы ждали, когда будет можно сойти на берег, и больше ни с кем. Большей частью я читал в своей каюте. Никаких споров? Никаких проблем на борту?» Том покачал головой. «Никаких?» Это было как-то слишком легко. «Ни споров, ни проблем». Колено пронзило резкая боль, и он невольно поморщился. Какой-то человек в соседнем кабинете вдруг сорвался на крик. Его голос был полон ярости, как будто он протестовал против вопиющей несправедливости. Затем снова наступила тишина. «Вы сказали моим коллегам, что направляетесь в Париж». Здесь Люк дал маху. Том сообщил рано о своих планах до того, как пришел Люк. Должно быть, он подслушивал у двери. «Да. Один из моих клиентов, возможно, будет в Париже следующие несколько дней. Я хотел полететь туда и встретиться с ним. Если он не объявится, то я, скорее всего, просто отправлюсь домой». «В Рейдинг?» «В Рейдинг, да. Через Лондон». Том вдруг смертельно устал. И от этого второсортного допроса, и от этого дурацкого мачизма Люка. У них ничего на него не было. Теперь это стало более чем очевидно. Ему не терпелось вырваться из этой удушающей атмосферы. В сегодняшнем дне было слишком много насилия, слишком много бюрократии, и он хотел, наконец, закончить его. Он хотел найти Малу. «Желаю вам удачи, месье Юняк». Люк, видимо, пришел к таким же выводам. «Мне жаль, что мы доставили вам столько неприятностей. Честное слово». Люк смотрел ему прямо в глаза, и на какую-то секунду Тому показалось, что в его словах содержится некий скрытый смысл. «Мой коллега Лоран отвезет вас обратно в отель. Спасибо, что потратили на нас время. Я искренне надеюсь, что в остальном ваш визит во Францию пройдет прекрасно». Глава сорок первая По просьбе Тома Лоран высадил его на углу улицы Бритейль и Бельгийской набережной. Он хотел прогуляться до отеля через старый порт. Навстречу с Мадлен Бриве Том опаздывал уже на час и собирался использовать ограбление и побои как вполне понятный предлог для того, чтобы отменить свидание. Ужин с Мадлен не дал бы ему ничего нового. Все карты были на руках у ДГСЕ. Ему бы просто пришлось еще несколько часов притворяться Стивеном Юниаком. Мадлен не брала трубку, и Том оставил на автоответчике длинное сообщение с извинениями. Он рассказал, что случилось в Лучезарном городе, и почему он не смог явиться навстречу. Еще Том выразил надежду, что они все же когда-нибудь увидятся, и пожелал Мадлен счастливого пути домой, в Тур. В порту было полно народу. Парочки, туристы в своих лучших рубашках, дети, бросающие монетки под ноги уставшим уличным музыкантам, прилавки, где торговали свежие рыбы, обложенные льдом, давно убрали, и паромы уже высадили на берег последних туристов, ездивших на экскурсии к береговому массиву Каланки и в замок Ив. В табачной лавочке на Бельгийской набережной Том купил телефонную карточку и отправился на поиски работающей телефонной будки. Две первые, что попались ему на пути, были разбиты вандалами, но третья, Франс Телеком, в конце улицы Тюбано, оказалась в полном порядке. Рядом находилась аптека с закрытыми ставнями, витринами. Том закрыл дверь будки, поставил сумку на пол и набрал номер такси, на котором уехал Франсуа Мало. После пятого гудка трубку сняла женщина, и Том изложил свою историю. — Алло, да, здравствуйте. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Когда-то давно, еще в школе, учительница французского сказала ему, что он тараторит, как пилот английского истребителя времен Второй мировой войны, потерпевшей крушение в Нормандии. Сейчас он попытался создать тот же эффект. — Я был в Марселе на прошлой неделе и ехал в одном из ваших такси. Поймал его рядом с Ше-Мишель. Это было в пятницу вечером около половины двенадцатого. Белый Мерседес, водитель африканского происхождения из Западной Африки. Очень милый человек. — Может быть, Арно или Бобо? — А может, Даниэль? — Да-да, может быть. Вы знаете, о ком я? Ему было лет пятьдесят или пятьдесят пять. — Тогда это Арно. — Ага, Арно, да, прекрасно. — А, так что с ним? — Видите ли, я англичанин. — Я так и поняла. — Я работаю в организации «Врачи без границ». Арно дал мне свою карточку, потому что я пообещал связаться с ним по поводу его друзей и Скотт-де-Вуар. Он очень о них беспокоится. — А, понимаю. Уловка сработала. Элементарный намек на нарушение прав человека и отношения диспетчера стало менее безразличным. Дело в том, что я потерял его карточку и не знаю, как его найти. Не могли бы вы передать ему, чтобы он позвонил мне в Лондон? Или, возможно, это слишком дорого. Или, может быть, дать мне номер телефона здесь, в Марселе? Или электронный адрес, по которому я мог бы с ним связаться? Прием был грубоват. Но Том достаточно хорошо знал французский характер и понимал, что диспетчер не откажет ему только из страха нарушить границы частной жизни Арно. В худшем случае она запишет его телефон и пообещает, что Арно перезвонит. В лучшем соединит их напрямую. Он сегодня не работает, заметил диспетчер. Это обнадеживало. Возможно, дальше все же последует номер, подумал Том. Ничего страшного, заверил он. Я могу позвонить ему утром в понедельник из офиса. У меня как раз все файлы в рабочем компьютере. Пожалуйста, подождите минутку. Послышалась музыка, какая-то старая песня Мобби. Было непонятно, понадобилось ли ей ответить на другой звонок или она ищет телефон Арно. Через 30 секунд диспетчер вернулась. Окей, у вас есть чем писать? Конечно, ответил Том и удовлетворенно улыбнулся. Огромное вам спасибо. Я уверен, Арно будет доволен. Судя по звукам, Арно находился в каком-то оживленном кафе или ресторане, и звонок от незнакомцев в половине десятого вечера в воскресенье заинтересовал его не слишком. Кто? Переспросил он. Том терпеливо повторил, что он английский журналист и собирает информацию об одном из пассажиров Арно и подчеркнул, что готов заплатить 500 евро за разговор за кружкой пива. Когда? Сейчас? Сегодня вечером? Да, сегодня вечером. Это срочно. Мой дорогой друг, это невозможно. Сегодня я отдыхаю. И вам тоже советую. Из соседнего дома вышел мужчина, подошел к мотоциклу и завел двигатель. Том повысил голос, чтобы перекричать шум. — Я сам к вам приеду! — крикнул он. — Просто скажите, где вы, и я встречу вас возле дома. Разговор займет не больше десяти минут. Арно помолчал. Пауза затянулась настолько, что Том даже подумал, что связь прервалась. — Алло, вы еще здесь? — Да, я здесь. Арно помолчал еще немного. — Тысяча! — рискнул Том. Деньги Марк Уэнда уже почти кончились. — Это решило дело. — Какой пассажир вас интересует? — Не по телефону, — ответил Том. — Я скажу вам, когда мы встретимся. Через сорок минут, облегчив карман на сорок пять евро, Том был уже в северных кварталах, в нескольких милях от яхт, дорогих Ауди и вилл с теннисными кортами. Пейзаж вокруг был довольно безрадостным. Огромные массивы жилых домов, замусоренные улицы, вряд ли идеалист Ле Корбюзье воображал себе такую картину. Арно пил пастис в кафе, расположенном в полуподвале темно-серой высотной башне. У дверей торчали худые юнцы в спортивных костюмах и необыкновенных навороченных кроссовках. Одна из витрин была разбита, другую закрывал металлический ставень с граффити «Марсель. Культурная столица или столица бетона». Том попросил водителя подождать его и спустился вниз. Он ожидал сцену из вестерна. Распахивается дверь, незнакомец входит в салун, и его встречает враждебная тишина. Но все вышло гораздо более дружелюбно. Посетители кафе, все как один африканцы, поприветствовали его безразлично благосклонными кивками. Вероятно, сильная хромота и приличный фингал под глазом подсказали им, что на сегодня этому парню и так хватит. Сюда позвал Арно. Он сидел за стойкой, прямо под коллажем из фотографий марсельских футболистов, бывших и настоящих. На противоположной стене висели фотографии Лилиана Тюрама, Патрика Вайера и Зинедина Зидана с кубком 98-го года в руках. Рядом с ним красовалась карикатура в рамочке Николя Саркози на огромных каблуках. Глаза были выцарапаны ножом, и кто-то ручкой подрисовал ему огромный пенис. Арно встал. Он оказался высоким, крепким мужчиной, не меньше семнадцати стоунов весом. Он молча показал Тому на столик с пластиковой столешницей в дальней части кафе. К стене, прямо над столом, был прикручен телевизор. Пепельница была доверху наполнена жвачкой и окурками. Том и Арно обменялись короткими рукопожатиями и уселись друг напротив друга. Ладонь Арно была с хой и твердой, а лицо, хотя и абсолютно недобродушное, отличалось определенным благородством. Темные непроницаемые глаза смотрели бесстрастно. Он был похож на тирана какой-нибудь африканской страны в изгнании, и Том прекрасно его понимал. Скорее всего, разговор с ним означал для Арно потерю лица, но он рассудил, что тысяча евро за десять минут разговора являлась неплохой компенсацией. «Так значит, вы журналист?» «Да». Он не спросил, в какой газете работает Том. Они разговаривали по-французски, и у Арно был такой жуткий акцент, что Том с трудом его понимал. «И вы хотите что-то о ком-то узнать?» Том кивнул. Кто-то включил телевизор. Заревел комментатор. По спортивному каналу шел баскетбольный матч. Может быть, Арно сам попросил менеджера сделать это, чтобы они могли поговорить без посторонних ушей. А может быть, таким образом менеджер выражал неодобрение. «Сегодня утром возле терминала парома вы посадили к себе пассажира. Мужчина лет тридцати с небольшим. Паром прибыл из Туниса». Арно кивнул, хотя было непонятно, помнит он малой или нет. Он вытащил из кармана своей джинсовой рубашки пачку Винстона и положил ее на стол. «Курите?» «Да», — сказал Том и взял сигарету. Они закурили. Сначала Арно поднес зажигалку к своей собственной сигарете. «Вам здесь не по себе?» «У вас такой вид, будто вам не по себе. Нервный вид». «Правда?» Том знал, что вид у него нормальный, и Арно просто хочет его немного завести. «Интересно. А я как раз думал о том, какое тут цивилизованное место». «Ага». Том огляделся. В соседнем столике стояла тарелка с недоеденными спагетти. Двое стариков у двери играли в нарды. «Здесь можно выпить эспрессо, можно покурить, еда хорошо пахнет». Он посмотрел Арно прямо в глаза, давая понять, что у него нет времени играть в игры. «Я знаю такие места, где нельзя пить алкоголь, где женщинам запрещено сидеть с мужчинами». «Я знаю, что такое заминированные дороги и снайперы, которые держат белого человека на мушке, мне не по себе в Багдаде или в Кабуле. Вы меня понимаете?» Арно пошевелился. «Скрипнул пластмассовый стол». «Я помню его». До тома дошло, что он говорит о Мало. Я так и подумал. «Можете сказать мне, куда вы его отвезли?» Арно выпустил облако дыма. «И все?» «Это все, что вы хотите знать?» «Это все, что я хочу знать». Арно слегка нахмурился. К столу подошел мальчишка Мулат, не старше пятнадцати-шестнадцати лета, и спросил Тома, что он будет заказывать. «Мне ничего». «Закажите что-нибудь», — предложил Арно. Том глубоко затянулся. «Пиво». «Пиво, Пепп», — повторил по-французски Арно и почесал шею. «Это была долгая поездка и дорогая». «Долгая?» «Насколько долго?» «Я вернулся всего два часа назад. Мы ездили в Костель-на-Дари». «Костель-на-Дари? Это где-то в районе Тулузы, так?» «Посмотрите в Атласе». Том тоже выпустил облако дыма. «Можно и посмотреть. Или вы мне просто ответите. Так тоже можно». «Давайте деньги». Том достал из кармана джинсов конверт с наличными и подвинул его Арно. «Итак, за тысячу евро, Арно, вы мне скажете, где находится Костель-на-Дари?» Таксист улыбнулся. Он явно наслаждался игрой. «К западу отсюда. Часа три по шоссе. После Каркасона». «Родина Косуле», — заметил Том, думая о Лонге до Круссельёни. «Вы довезли его до города? Помните адрес?» Адреса не было. Арно засунул конверт с деньгами в карман штанов, и ощущение близости к ним как будто сделало его более сговорчивым. На самом деле это было немного странно. Он захотел, чтобы я высадил его на окраине деревни, километрах в десяти к югу, то есть буквально посреди чистого поля. Он сказал, что за ним кто-то приедет, и его заберут. «Почему вы не отвезли его туда, куда ему, собственно, было надо?» Этот вопрос был очереден. Он сказал, что не знает адрес. «Я не стал спорить, мне было всё равно. Мне ещё нужно было ехать обратно в Марсель. Я хотел домой, хотел побыть с дочерью». Том подумал, не поговорить ли с Арно о его семье, чтобы немного смягчить его, но решил, что особой пользы от этого не будет. «А как насчёт самой поездки? Вы о чём-нибудь разговаривали? Он ничего не рассказывал?» Арно широко улыбнулся. Том заметил, что его дёсны пожелтели от возраста. «Нет, чувак», — он покачал головой, «этот парень не из тех, кто разговаривает. Не разговаривает, не смотрит. Просто спит или смотрит в окно. Типичный расист. Типичный француз. «Вы думаете, он расист?» «Так кто он такой?» Вместо ответа Арно задал встречный вопрос. «Почему британская газета им интересуется? Он что, украл что-нибудь? Или он трахается с принцессой Кейт?» Он от души расхохотался в своей шутке. Том, хоть и не был особенным поклонником королевской семьи, его не поддержал. «Мы просто интересуемся. Вы смогли бы показать место, где его высадили на карте?» Арно кивнул. Том подождал, но он не сдвинулся с места. Несколько секунд они просидели молча, пока Тому, наконец, не стало ясно, что Арно ждет движений от него самого. «У вас есть карт?» не выдержал Том. Арно сложил руки на груди. «Зачем она мне здесь?» Он перевел взгляд на пол. Под кожным табуретом с дровной обивкой валялась корка от бутерброда. Том взглянул на телефон. Связи не было, оставалось только выйти наружу и попросить карту у водителя. Том снова прошел сквозь строй ребят в спортивных костюмах и с собаками без поводков, и нашел свое такси. Водитель спал. Том постучал пальцем в окно и попросил карту дорог Франции. Таксист отнесся к просьбе с видимым неудовольствием. Ему пришлось выйти из машины, открыть багажник и поискать карту там. «Может, вам следует держать ее в машине?» посоветовал Том и вернулся обратно в кафе. Арно взял карту, сверился с индексом, нашел Кастель-Надари и показал место, где примерно оставил Франсуа Мало. «Здесь». Палец с обкусным ногтем закрыл довольно большую область. Том записал название деревни «Сальсюр-Лэр». «А местность?» «Как выглядела местность?» «Что в самом деле чистое поле?» Арно кивнул. «Может, там был какой-то ориентир, церковь или спортплощадка?» Арно со скучающим видом покачал головы. «Нет, просто деревья и поля. Сельская местность, мать ее». Он произнес это так, будто слова «сельская местность» были непристойным ругательством. «Когда я развернулся, чтобы ехать назад, вроде бы я проезжал мимо мусорных баков. Может, через минуту или две. Вот настолько далеко мы были от Сальсюр-Лэр». «Спасибо», — сказал Том и протянул Арно свой номер. «Если вспомните что-нибудь еще...» «Я позвоню», — закончил Арно и сунул бумажку в тот же карман, что и конверт с деньгами. По его тону было ясно, что этот разговор с Томасом Келлом является первым и последним в его жизни. «Что у вас с глазом?» «Это мой пассажир вас так разукрасил?» Один из его друзей. Том встал. Пиво принесли как раз в тот момент, когда он складывал карту. Он бросил на стол монету в два евро, хотя даже не притронулся к кружке. «Спасибо, что согласились со мной встретиться». «Нет проблем». Арно решил не утруждать себя и не подниматься. Он пожал Тому руку, а другой рукой похлопал себя по карману. «Это я должен сказать спасибо вашей британской газете». Он снова улыбнулся, показав желтые десны. «Очень щедрая газета. Очень приятный подарок». Глава сорок вторая. К тому времени, как он вернулся в отель, на голосовую почту поступило сообщение от обиженной Мадлен Бриве. Она сожалела о том, что произошло в Ля-Сите-Радьез, но, кажется, ей сильно не понравилось, что Стивену Юнюаку не хватило вежливости позвонить ей раньше, после того, как все случилось, и сообщить, что их ужин в Шемишель отменяется. В результате она потратила впустую свой единственный вечер в Марселе. «Прелестно», — прокомментировал Том, и подумал, слушает ли его сейчас люк. Спал он хорошо, как и при любой операции. Утром Том прекрасно позавтракал в ресторане и отеле, выехал из номера и отправился на поиски интернет-кафе. Оно оказалось буквально в нескольких метрах от вокзала Сен-Шарль. Лэптоп был бесполезен. Приятели Люка из ДГСЕ наверняка установили на него шпионскую программу. Эльза Кассанни прислала ему эмейл с приложением. Очевидно, там находился файл с информацией по Франсуа Мало. В самом письме Эльза написала «Позвоните мне, если будут вопросы». С помощью суперуслужливого сотрудника ГОТА с пирсингом в языке Том распечатал файл и вышел из кафе. На вокзале был Макдональдс. Том взял стаканчик не просто горячего, а практически кипящего кофе, отыскал свободный столик и просмотрел то, что прислала Эльза. Свою работу она сделала на отлично. Здесь была информация о школе, где учился Мало, о коллеже в Тулоне, где он проходил курс информационной технологии, и даже название фитнес-клуба, в котором он состоял. На фотографии, которую прислал Марквент, рядом с Франсуа находились двое его коллег. Раньше они работали в бухгалтерской ферме в Бресте, но затем ее поглотила более крупная парижская компания, в главном офисе которой как раз родился Франсуа. Эльза раскопала два банковских счета и налоговые декларации за семь лет. По ее мнению, в финансовых делах Мало не наблюдалось никаких аномалий. Он вовремя оплачивал счета, чуть больше года снимал квартиру в седьмом округе и ездил на поддержанном Реном Мегане, который был приобретен в Британии. Что касается друзей или девушек, осторожные расспросы в офисе и фитнес-клубе показали, что Франсуа Мало был скорее одиночкой по натуре, закрытым человеком, который не любил выставлять на показ свою частную жизнь, Эльза даже позвонила боссу Мало, и тот подтвердил, что бедный Франсуа находится в отпуске за свой счет в связи с ужасной семейной трагедией. Согласно Эльзе, ни в каких социальных сетях Франсуа не значился, а в почтовый ящик он заходил с компьютера, взломать который у нее не получилось. Прослушивать мобильный, без помощи специалистов из Челтнема было невозможно, но Эльзе удалось перехватить любопытную электронную переписку между Мало и неким человеком по имени Кристоф де Лестер, по крайней мере, на это имя был зарегистрирован его почтовый ящик на Ванадо. Возможно, это был друг или родственник. Переписку Эльза тоже прицепила к файлу. Том сложил все другие документы в сумку, допил кофе и послал Эльзе эсэмэску. Первый класс. Спасибо. В других обстоятельствах он прибавил Баддин из ее любимых поцелуйчиков, но в данном случае Том был боссом, и это обязывало его соблюдать определенную дистанцию. Затем он перешел к посланиям де Лестера. Имейлы были на французском и посланы пять дней назад. В то время Мало был еще в Тунисе, но его совместный отпуск с Амелией уже подходил к концу. От кого? Кому? Когда ты возвращаешься в Париж, мы по тебе скучаем. Китти хочет, чтобы крестный ее скорее поцеловал. Крестов. От кого? Кому? Я еще в Тунисе, возвращаюсь на выходных, но мне надо многое обдумать насчет своей жизни. Взял отпуск на работе, они отнеслись с большим пониманием. Может быть, приеду в Париж на следующей неделе, может быть, еще немного попутешествую, пока не знаю. Но в любом случае, передай Китти огромный поцелуй от ее крестного Фрэнки. Ф. Постскриптум. Надеюсь, что вы понемногу приходите в себя после пожара. Обещаю возместить все книжки, которые сгорели. Том сунул распечатку переписки в сумку вместе с остальными бумагами, нашел на подземном уровне вокзала общественный туалет, порвал все файлы на мелкие кусочки и спустил их в унитаз. Потом поднялся наверх, купил билет до Парижа, оплатив его карточкой Юниака, и сел в десятичасовой ТГВ. Пришло время для маленькой беседы с Кристофом. Глава сорок третий Четыре часа спустя Том сидел за столиком в ресторане «Липп» и рассматривал фотографию Кристофа де Лестера, взятую с его странички в Фейсбуке. На снимке на нем были большие и очень темные солнечные очки, темно-бордовая футболка и шорты в стиле милитари. На вид де Лестера был около тридцати. У него были фигурно выстриженные усики и маленькая бородка, волосы на голове, уложенные с помощью геля, стояли торчком. Страница была закрытая, и это фото было единственным в открытом доступе. Пользователи Фейсбука, как правило, придавали большое значение фотографии профиля и выбирали ее более чем тщательно. Веселый, общительный и крутой парень. Вот что должен был сообщить де Лестере его снимок. Он смеялся и держал в пальцах папиросу самокрутку. «Возможно, косячок», — подумал Том. Никого другого в кадре не было. Липп на бульваре Сен-Жермен был настоящим парижским рестораном старой школы. Клэр полюбила его, когда здесь училась. Два раза она приводила сюда Тома. Они сидели рядом, всегда за одним и тем же столиком у окна и наблюдали за верхушкой парижской буржуазии. С тех пор мало что изменилось. Официанты в черных пиджаках и белых фартуках с неизменной улыбкой на лице раскладывали по тарелкам Стек Тартар. Сервировочная станция находилась недалеко от входа. Метродотель в шелковой рубашке и безупречном костюме сдержанно приветствовал новых посетителей. Свой неповторимый гальский шарм он приберегал для завсегдатаев. За два столика от Тома сидела пожилая вдова с черной шалью на плечах, украшенная примерно четырнадцатью килограммами драгоценностей в стиле арт-деко. Она вяло ковыряла вилкой салат Ниссуаз. Время от времени из-под скатерти высовывалась лохматая морда шотландского терьера, верного друга, лжащего ног хозяйки. Том подумал, что эту собаку наверняка холят и лелеют куда больше, чем покойного супруга. Еще дальше, под заключенными в рамочке карикатурами на Катрин Денев и Жака Кусто, сидели три дамы средних лет в костюмах от Шанель. Они были поглощены какой-то чрезвычайно интересной беседой. Том не мог слышать разговора, но живо представил себе, что бы сейчас сказала Клэр. Повинуясь стереотипам, она считала, что француженкам из высшего общества не о чем говорить, кроме как о власти и сексе. Том обожал лип, который воплощал для него настоящий дух старого Парижа. Но сегодня ресторан вызывал в нем почти неприязнь. Он не мог думать ни о чем, кроме Клэр на борту самолета, летящего в Калифорнию. Скорее всего, в этот самый момент она наслаждалась точно таким же французским вином и такой же французской кухней, что и он, в салоне бизнес-класса, за который заплатил Ричард Квинн. На Лионском вокзале Том позвонил Клэр и оставил ей голосовое сообщение с просьбой подумать еще раз насчет поездки в Америку. Она тут же перезвонила ему сама и сообщила, что уже едет в Хитроу. В ее голосе Том различил нотки усталого торжества. Терзаясь от ревности, он чуть было не набрал номер Эльзы Кассани и не пригласил присоединиться к нему в Париже, просто чтобы побыть в обществе молодой привлекательной женщины и утешить свое уязвленное самолюбие. Вместо этого Том велел таксисту ехать в Липп, заказал бутылку Ньюи Сен-Жорж Премьер Крю и стал обдумывать, что делать с Делестером. Через час, допив вино, он расплатился, выпил чашечку эспрессо в кафе Флор через дорогу и вошел в метро. Он доехал до станции Перейр в 17-м округе. Том знал маленький уютный отель на улице Вернике. Свободен был только номер на двоих. Он расплатился карточкой Юниака, седьмая кровать, за последние несколько дней. Комната была крошечной, с оранжевыми стенами и репродукцией миром возле двери в ванную комнату. Окно выходило в маленький внутренний дворик. Выпитая за обедом бутылка не могла не сказаться. Вещи Том решил не разбирать. Вместо этого он взял камеру, вышел на улицу и зашагал к Монмартеру. По пути Том то и дело останавливался и фотографировал все, что попадало в кадр. Уличные кафе, кованые фонари, свежие фрукты и овощи, выставленные в витринах. Солнце палило. Разумеется, это был только предлог, чтобы сфотографировать пешеходов и машины. Том был практически уверен, что после Марселя ДГСЕ потеряла интерес к Стивену Юняку, но камера помогала выявить возможное наружное наблюдение. «Осторожность не помешает», — подумал Том. Позже он собирался просмотреть снимки и выяснить, нет ли на них одних и тех же лиц или номеров автомобилей. К шести он был на Рю-Ламарк, главной улице Монмартера, возле базилики Сакре-Кер. Согласно сведениям от Эльзы, де Лестер жил на углу улицы Дарвина и улицы Соль, в квартире на первом этаже. Перед тем, как спуститься по лестнице вниз к пересечению двух улиц, Том обернулся и сделал целую серию снимков один за другим, как фотограф-любитель, который пытается поймать и запечатлеть особенное, свойственное только Парижу очарование. Затем он повернулся в другую сторону и навел телеобъектив на машины, выстроившиеся вдоль улицы Соль. Все они были пусты. «Неудивительно», — подумал Том. «Ни у одной конторы не хватит людей, чтобы приставить наружку к каждому знакомому или родственнику Мало». Он остановился у подножия лестницы, всего в нескольких метрах от двери дома де Лестера, и обвел взглядом окна квартир, выходящих на улицу Дарвина. «Занять удобную позицию и понаблюдать не удастся», — мелькнуло у него в голове. «Значит, нужно положиться на удачу». Район был оживленный, пожилые леди возвращались домой из магазина, родители вели детей домой после школы. Том подошел к двери де Лестера, надеясь, что он уже вернулся с работы. Сначала он услышал детский плач. Окно было раскрыто. В глубине гостиной сидела симпатичная темноволосая молодая женщина, возможно, испанка или итальянка, с ребенком на руках. «Мадам де Лестер?» — спросил Том. «Да». «Ваш муж дома?» Женщина быстро посмотрела вправо, потом снова перевела взгляд на Тома. Кристоф де Лестер был дома и, очевидно, тоже сидел в гостиной. Через секунду он подошел к окну, намеренно или случайно заградив жену и ребенка. Возможно, это был инстинктивный порыв защитить семью. «Я могу вам чем-то помочь?» «Я насчет Франсуа Мало», — сказал Том и протянул ему руку прямо через окно. «И насчет пожара. Можно мне войти?» Глава 44 Фейсбук ввел его в заблуждение. Кристоф де Лестер успел сбрить усы и бородку и набрать пару стоунов. И, как ни странно, на нем не было больших солнечных очков. Оказалось, что глаза у де Лестера большие, карие и очень искренние. У него было уставшее, немного отекшее лицо. Видимо, он не спал уже несколько ночей. Он был одет в выцветшие льняные штаны, голубую рубашку и теннисные туфли. Тома проводили в гостиную и пригласили присесть на диван, покрытый стареньким, побитым молью покрывалом. Кристоф закрыл окно и представил ему свою жену Марию. Она тоже пожала Тому руку и чуть крепче прижала к себе дочь, как будто не вполне доверяла незнакомцу, который явился к ним в дом. — Это связано со страховкой? — спросила Мария. В ее речи явно слышался испанский акцент. — Нет, — сказал Том. И кивнул девочке, чтобы Мария немного расслабилась. — Вы сказали, что вас зовут Том. Вы англичанин? Очевидно, Кристоф охотно впустил Тома в дом только потому, что слегка подустал от заботы о ребенке и был рад немного отвлечься. Теперь он начал вести себя более осторожно. — Как вы узнали о пожаре? — Буду с вами откровенен, — начал Том. Ребенок вдруг перестал плакать. — Китти, крестница Малон, я работаю на Ми-6. Вы знаете, что это такое? Повисла напряженная тишина. Де Лестеры переглянулись. Сотрудники разведки редко раскрывали свою легенду, но в определенных обстоятельствах с определенными людьми упомянуть Ми-6 было все равно, что ошарашить преступника полицейским удостоверением. Мария пришла в себя первой. — Вы что, шпион? — Я офицер британской секретной разведывательной службы. — Да, можно сказать, я шпион. — И чего вы хотите от нас? — испуганно спросил Кристоф, как будто теперь Том представлял прямую угрозу его жене и дочери. — Вам не о чем волноваться. Я просто хочу задать вам несколько вопросов о Франсуа Мало. — А что с ним такое? — мгновенно вмешалась Мария с инстинктивным, чисто латинским недоверием и презрением к властям. — Кто вас послал? Что вам надо? В маленькой гостиной быстро стало душно, и Китти снова захныкала. Возможно, она почувствовала враждебность и напряжение в обычно ласковом и спокойном голосе матери. — Я прошу прощения за то, что явился к вам без предварительной договоренности. Но мне было важно, чтобы французские власти не узнали о том, что я собираюсь с вами встретиться. Кристоф встал, взял девочку из рук Марии и скрылся в соседней комнате. Должно быть, в спальне или детской. Мария продолжала сверлить Тома колючими темными глазами. — Пожалуйста, скажите еще раз, как вас зовут? — попросила она. — Я хочу записать. Том Нарочито медленно повторил свое имя по буквам. — К-Е-Л-Л-К-Е-Л. Кристоф вернулся в гостиную и, кажется, немного удивился, что жена царапает что-то на клочке бумаги. — Знаете, мне как-то не по себе, — сказал он. Сейчас он говорил более уверенно, как будто выходил в другую комнату, чтобы посоветоваться со знающим человеком. — Вы говорите, что работаете в Ми-6. Как-то не похоже на правду. Чего вы хотите? Наверное, я зря вас впустил. — Я не имею к вам вреда. Прекрасное знание языка неожиданно подвело Тома, и смысл его слов тут же потерялся. — Я думаю, вам следует уйти, — осмелела Мария. Мы не хотим иметь с вами никаких дел. — Да-да, — поддержал Кристоф, вдохновившись храбростью жены. — Не надо было вас впускать. Пожалуйста, если у вас есть к нам вопросы, то обратитесь в полицию и через них... — Сядьте! — не выдержал Том. Давно копившееся раздражение, злость на Клэр, досада на Делеэстров, все перемешалось и вылилось в яркую вспышку гнева. В голове мелькнула картинка. Кабул, голый ясин на стуле с влажными от страха глазами. Кристоф и Мария отреагировали так, будто он вытащил пистолет. Кристоф машинально сделал шаг назад и почти упал в кресло. Мария оказалась покрепче, но в конце концов и она опустилась на стул возле стола. — Что вам нужно? — прошелестела Мария. — Почему вы себя так ведете? Вы что-то скрываете? Кристоф открыл рот, но Том не дал ему ответить. — Очень странно, что вас не интересует, где сейчас Франсуа. Как вы это объясните? Считается, что он ваш лучший друг, нет? Кристоф ошеломленно посмотрел на него, как пассажир, которого внезапно разбудил кондуктор, и который не понимает, где он в данный момент находится. У него было уставшее, бледное от сидения в четырех стенах лицо. — Но я знаю, где Франсуа, — выговорил он. Слова Тома, наконец, дошли до его сознания. Правой рукой он вцепился в подлокотник кресла. Том заметил, что костяшки на его пальцах побелели, а на лбу выступили крупные капли пота. Волосы у него росли треугольником. — Вдовий пик, — подумал Том. — И где он? — С какой стати мы должны вам говорить? Мария бросила растерянный взгляд на мужа. Кристоф покачал головой, словно предупреждая ее, чтобы она не сопротивлялась. — Вы говорите, что вы шпион. А может быть, вы в сговоре с тем журналистом, который звонил нам после убийства. Мы уже все ему рассказали, несколько раз. Мы не хотим говорить о том, что произошло. Том встал и повернулся к ней. — Зачем журналисту притворяться шпионом? Кому придет в голову делать такие идиотские вещи? Вопрос повис в воздухе. Де Лестры не нашли, что ответить. — Скажу напрямую. У меня есть основания считать, что Франсуа попал в большие неприятности. Мне надо знать, вступал ли он с вами в контакт. Я хочу посмотреть вашу почту. Мария фыркнула, и Том невольно восхитился ее самообладанием. — Это наша частная переписка. Почему мы должны вам ее показывать? Вы не имеете права. — Китти спит, — перебил Том. Он сделал шаг в сторону детской, как будто собрался войти туда и взять ребенку. Мария поняла все мгновенно. — Откуда вы знаете, как зовут мою дочь? Том повернулся к Кристофу. — Как насчет книг, которые Франсуа вам обещал, когда писал из Туниса? Он их купил? Дядя Фрэнки приезжал к своей крестнице? Белестер попытался встать, но Том шагнул к нему. — Оставайтесь на месте. Память снова вернула его к Ессину. Он чувствовал свою власть и нетерпение, и напомнил себе, что необходимо сдерживаться, чтобы не зайти слишком далеко. Я не хочу, чтобы наша беседа вдруг стала сложной для всех нас. Я просто пытаюсь объяснить вам, что я и так могу получить доступ к любой информации, которая мне нужна. Но мне необходимо ваше содействие, потому что всегда лучше обойтись без нарушения закона. Мне не хочется терять время и прослушивать ваши телефонные звонки. Мне не хочется обращаться к нашим сотрудникам, которые работают в Париже, и просить их наблюдать за вашими передвижениями, или взламывать ваш компьютер, или следить за вашими друзьями. Но если у меня не останется выбора, я это сделаю, потому что информация, которая мне нужна, стоит того, чтобы приступить закон. Вы меня понимаете? Кристоф был похож на школьника, которого задирают хулиганы. Я веду себя честно и открыто. Есть два пути, чтобы получить то, что мне надо, трудный и легкий. Если вы выберете легкий путь, то вас оставят в покое. Скажите нам, что это за легкий путь, тихо попросила Мария. Было видно, что до Лестры окончательно сдались. — Мне нужно увидеть фотографию Франсуа, — сказал Том. — У вас есть его фотография? Он заранее знал ответ, и слова Кристофа только подтвердили его догадку. Все сгорело во время пожара. Все альбомы, все снимки, все пропало. У нас нет ни одного фото Франсуа. — Ну, конечно. Том подошел к окну и взглянул на улицу Дарвина. Снаружи пахло выхлопными газами. — Как насчет интернета? — Твиттер или Фейсбук? Может быть, можно посмотреть там? Мария склонила голову на бок и удивленно посмотрела на него. — Откуда вы знаете? — говорил ее взгляд. — Кристоф не может зайти на свою страницу в Фейсбуке, — задачно сказала она. — Она не работает уже где-то месяц. — Я им писал, — подтвердил Кристоф. Они оба смотрели на Тома так, будто он это все устроил. Пытался сменить пароль. Один раз я все же прорвался, но все мои друзья куда-то пропали, и вся информация и фотографии. — Пропали? — Пропали. Как будто их стерли. И то же самое и с почтой, и с дропбокс, и с фликкер. Все, что связано с интернетом. После пожара начались какие-то странные проблемы. У меня остался только один аккаунт, мой старый имейл. Только так я могу поддерживать связь с друзьями. Все остальное не работает. Мимо окна с ревом промчался мотоцикл, притормозил на углу и скрылся на улице Соль. — У вас есть объяснение? И снова ответ был известен Тому заранее. — Атака на компьютер де Лестров, чтобы уничтожить все, что связывало их с Франсуа Мало. Пожар стал завершающим штрихом. Вполне возможно, что они не должны были спастись. — Мы понятия не имеем, — сказала Мария. Она спросила, можно ли ей сходить в спальню и проверить, как там Китти. И Том пожал плечами. — Конечно, можно. Это ваш дом. Вы можете делать все, что хотите. Пару минут спустя Мария вернулась. Одну руку она держала за спиной, и на какие-то доли секунды Тому почудилось, что там нож, но тут же разглядел, что это просто бутылочка с молоком. — Расскажите мне о пожаре, — сказал он. — Вы были дома? Они были дома. Квартира для лестров на верхнем этаже дома на Монмартре в четырех кварталах отсюда загорелась в два часа ночи. Как сказал домовладелец, это было замыкание электропроводки. Им повезло, и они сумели выбраться живыми. — Если бы пожарная команда не прибыла так быстро, — сказала Мария, Китти бы обязательно задохнулась. — Вы знаете кого-нибудь, у кого может быть фото Франсуа? — Дядя, тетя, бывшая девушка. — Кристоф покачал головой. — Франсуа у нас одиночка. — У него нет друзей, — добавила Мария, — так, будто это давно казалось ей подозрительным. — И девушек тоже нет. — Почему вы все время спрашиваете про фотографии? Что происходит? Она присела на подлокотник кресла Кристофа и взяла его за руку. Том открыл окно. Солнце светило уже не так ярко, на улице играли дети. Он сел на стул, который раньше занимала Мария. — Когда вы в последний раз ему писали? Вы сказали, что получили несколько эмейлов. — Да, похоже, вы их уже читали, — пробормотал Кристоф, но без всякой злости. Как будто свежий ветер с улицы развеял остатки его неприязни. Том кивнул. — Ми-6 перехватил эмейл, который Франсуа послал на ваш адрес три дня назад. Его положение нас серьезно беспокоит. Письмо было отправлено из Туниса. Вот откуда я узнал о Китте, о дяде Фрэнке и о книгах. Что еще он вам говорил? — Кристоф нахмурился, словно том своим вопросом коснулся проблемы, над которой он и сам думал много дней. Он мне много чего говорил. Его большие добрые глаза казались почти несчастными. Так сильно он был озадачен. Я скажу вам правду. Меня это очень-очень беспокоит. Многое из того, что он сказал, — это просто дикость какая-то. Глава сорок пятая. Позже в ДГСЕ была представлена расшифровка этого разговора. Пять дней спустя, после того, как он произошел, сотрудник, занимавшийся еженедельной прослушкой установленных в квартире Далестеров микрофонов, наткнулся на это доказательство их контакта с Томасом Келлом. Качество записи было признано очень высоким. Кристоф Далестер. Он мне много чего говорил. Я скажу вам правду. Многое из того, что он сказал, — это просто дикость какая-то. Томас Келл. Расскажите мне об этом. Кристоф. Понимаете, я очень хорошо знаю Фрэнки, и это на него совершенно не похоже. Вдруг исчезнуть и начать новую жизнь, даже после всего, что произошло. Томас. Что вы имеете в виду начать новую жизнь? Мария Далестер. В других письмах он говорил о том, чтобы уехать из Парижа, но совсем, что он очень расстроен тем, что случилось в Египте, не может прийти в себя от горя. Он сказал, что не знает, когда вернется домой. Кристоф. Дело в том, что Фрэнки никогда не был так уж близок со своими родителями. Он был приемным ребенком, вы это знали? Томас. Да, я знаю. Кристоф. Ну вот, но после их смерти он вроде как впал в такую депрессию, что не мог вставать с постели по утрам. Он не хочет со мной разговаривать, не ходит на работу. Томас. Что значит не хочет с вами разговаривать? Кристоф. Я не могу до него дозвониться. Мария неразборчива. Томас. Он не отвечает на звонки? Кристоф. Ну да, и на мои голосовые сообщения. Мы с ним очень часто болтали, мы же как братья, понимаете. А теперь я получаю от него только СМС. Томас. СМС. Кристоф. Да. И это тоже совершенно на него не похоже. Ругательство. Да он ненавидит СМС. Но сейчас он шлет их по три-четыре штуки в день. Томас. Могу я их увидеть? Пауза, звуки движения. Мария неразборчива. Кристоф. Вот, листайте. Мария. Вам трудно это понять, потому что вы его не знаете, но это вообще не в его стиле. Что он там пишет? Начать новую жизнь? Тошнит от Франции? В Париже слишком много воспоминаний? Все это ругательство? Фрэнки абсолютно не такой сентиментальный. Такое ощущение, что он вступил в секту или что-то в этом роде. Как будто кто-то промывает ему мозги, чтобы отдалить от старых друзей. Томас. Иногда горе делает с людьми странные вещи. Кристоф. Но... Шум транспорта неразборчива. Томас. Шум транспорта неразборчива. Как он вел себя на похоронах? Мария. Да как и полагается, ничего необычного. Он держался, но был очень расстроен, понимаете? Чувствовал себя ужасно, как и все мы. Народу было немного, только близкие друзья и родственники. На Перлашес? Томас. Перлашес? Кристоф. Да, это кладбище, примерно в получасе. Томас. Я знаю, что это такое. Кристоф. Неразборчиво. Томас. Какой это округ? Мария. Что? Кристоф. Перлашес? Двадцатый, я думаю. Томас, не четырнадцатый? Кристоф. Что? Томас, вы уверены, что похороны были в двадцатом округе, не на Монпарнасе? Кристоф и Мария вместе. Да. Томас, какое это было число? Кристоф. Так, это была пятница, двадцать первая или двадцать вторая, я думаю. Глава сорок шестая. Тот факт, что Филиппа и Жанин Мало похоронили дважды, подтвердил, что Амелия стала жертвой изощренной интриги ДГСЕ. Эмейлы, которые получал Кристоф, Фрэнки абсолютно не такой сентиментальный, такое ощущение, что он вступил в секту или что-то в этом роде, почти со стопроцентной вероятностью, были написаны другим человеком. Том расплатился за номер в отеле и приготовился к возвращению в Лондон. Ему предстояла нелегкая задача – сообщить Амелии всю правду. Раньше, когда он только начинал работать в Ми-6, возвращение домой всегда было связано с очень приятными эмоциями. Он прилетал в Лондон из Венны или Бонна после короткого отсутствия или какой-нибудь длительной операции, и каждый раз, когда его нога ступала на землю Британии, Тома переполняла ощущение собственной важности. Проходя через паспортный контроль в Хитроу или Гетвике, он чувствовал себя особенным, высшим существом в толпе простых смертных. Шпион на службе Ее Величества. С тех пор он сильно изменился. Том давно избавился от этого глупого высокомерия, он больше не считал себя одним из избранных и обладателем особого статуса. Теперь он ощущал только свою непохожесть на других. К концу своей карьеры в Ми-6 он даже начал завидовать обыкновенной, без всяких осложнений жизни, как у тех мужчин и женщин, его ровесников, с которыми он регулярно вступал в контакт. Интересно, как это, думал он, жить и не лгать, не притворяться, не просчитывать каждый свой шаг, не просчитывать каждый шаг другого. Том знал, что его пригласили работать в секретной службе за обаяние и хитрость. Он сделал неплохую карьеру, потому что обладал отличным воображением и природным талантом к обману. Но профессиональная необходимость все время опережать события, не говоря уже о все возрастающих бюрократических сложностях, которыми стала сопровождаться шпионская деятельность после 11 сентября, серьезно истощили его силы и терпение. Иногда Том думал, что кабульский скандал был послан ему свыше. Его выдавили из Ми-6 как раз в тот момент, когда он был готов сорваться и уйти сам. В этом отношении 42-летний шпион ничем не отличался от 42-летнего шеф-повара или бухгалтера. Достигнув определенной стадии в своей жизни, мужчины начинают чувствовать необходимость перемен, потребность оставить свой след на этой земле, вложить средства в большое дело, пока не стало слишком поздно. В таких случаях шеф-повар открывает свой ресторан, а банкир основывает хедж-фонд. А шпион? Отток кадров из Ми-6 среди тех, кто достиг 45 лет, был необычайно высок и остановить его было невозможно. Самые лучшие, такие как Амелия, оставались в надежде добиться высших руководящих должностей. Остальные рано или поздно выходили из игры и переключались на частный сектор. Как правило, они находили непыльные места где-нибудь при финансах или нефти, или связывались со старыми контактами и устраивались в шпионские фирмы высшего класса, которые за немыслимые деньги занимались делами олигархов и правящей элиты. И, тем не менее, пока Том стоял в очереди на Паддингсон-экспресс, в голове у него вертелась одна и та же мысль. Она не оставляла его и в Тунисе, и во Франции. До этого я просто напрасно тратил время. Написать книгу? Открыть свое дело? Зачем дурачить самого себя? Том не мог представить свою жизнь без Ми-6 точно так же, как он не мог представить, что может быть отцом. Он был как один из тех серых, насквозь заплесневевших учителей, что преподавали математику или французский в его школе. И за дни в день, в течение многих лет, они тянули свою лямку, повторяя одно и то же, в том же месте, в то же время. И вырваться из этого было невозможно. Он позвонил Амелии из будки с вокзала Гардю Нор с помощью той же телефонной карточки, которую купил в Марселе. «Том, как я рада тебя слышать!» Она была в офисе на Воксхолк-Кросс. Том старался говорить как можно более кратко. Никогда не знаешь, чьи уши тебя слушают. «Мне нужно с тобой увидеться», — сказал он. «Ты свободна сегодня вечером?» «Сегодня вечером?» «Как-то немного поздновато договариваться о встрече». Тому показалось, что он назначает свидание девочке, у которой уже есть шесть вариантов лучше. Жиль купил билеты в театр. А он не может сходить один. Видимо, Амелия догадалась, что за его настойчивостью кроется нечто большее, чем просто желание сделать по-своему. «Что такое? Что-то случилось? Это из-за Клэр? Она пьет пино-нуар с диком длинный шланг в долине Напа?» Том обвел взглядом привычную вокзальную суету. «Нет, с Клэр далеко не все в порядке. Она выжила из меня все соки. На своем браке она могла поговорить с Амелией часами». «Это не имеет отношения, Клэр. Там все так же, как и всегда. Это по работе». Амелия поняла это по-своему. «Том, пока рано говорить о Ясине. В следующем месяце я вступлю в должность, и тогда мы сядем и вместе подумаем, как очистить. Я не про Ясина. Тема Кабула меня не волнует». Он вдруг осознал, что еще не поздравил ее с назначением. «Ничего, это можно сделать позже, если представится возможность. Это касается тебя. Нам надо встретиться, и нужно сделать это сегодня». «Хорошо». В ее голосе вдруг послышалась легкая неприязнь. Амелия Левен, как и большинство успешных и влиятельных людей, которых знал Том, не любила, когда ей выкручивали руки. «Где ты предлагаешь встретиться?» Лучше всего было сделать это на улице, но начал накрапывать дождь. Тому нужно было место, где они могли бы спокойно, не торопясь, поговорить без посторонних ушей. Дом Амелии и квартира Тома не обсуждались. У заинтересованных сторон был миллион возможностей напичкать их камерами и микрофонами. Можно было пойти в один из закрытых мужских клубов на Пэл-Мэл. Том мог туда попасть, но не уверен, что его пустят с женщиной. Он был готов даже снять номер в отеле, но Амелия могла неправильно понять его намерения. В конце концов, она предложила офис в Бэйсуаттере, у нее были ключи. «Это прямо за торговым центром Уайтлейс», — объяснила она. «Иногда мы им пользуемся. После шести в здании никого не бывает, разве что уборщица. Это подойдет?» «Подойдет». Амелия прибыла вовремя, хотя и была без машины. На ней была ее стандартная офисная униформа. Юбка, пиджак, кремовая блузка, черные туфли и простая золотая цепочка. Том приехал прямо с вокзала под Дингтон. Он ждал ее у здания на Redden Place. Чемодан и сумка стояли на ступеньках рядом. «Куда ты едешь?» Амелия поцеловала его в обе щеки. «Только что приехал», — ответил Том. Глава сорок седьмая. Офис находился на пятом этаже. Когда они вошли, ожилась сигнализация. Амелия быстро набрала код, щелкнула выключателем и прошла внутрь. Замигали и загорелись лампы над головой. Том увидел большое открытое офисное пространство, в дальнем конце которого располагалась кухонная зона. На столах рядом с компьютерами валялись журналы и брошюры. Лежали наушники и стояли кружки с недопитым кофе и чаем. По правой стене тянулись вешалки с завернутыми в целлофан платьями. Обстановка напоминала кулисы во время модного показа. «Что это за место?» — спросил Том. «Контора компании, которая торгует одеждой по каталогу». Амелия прошла вперед и присела на низкий красный диван рядом с кухней. Том закрыл дверь, поставил сумки на пол и последовал за ней. «И так...» — начала она. Том заглянул в кухню. «Что у тебя с лицом?» «Подрался. Меня ограбили». «Господи, где?» «В Марселе». По лицу Амелии пробежала легкая тень. Совпадение не осталось незамеченным. «Бедняжка», — просто сказала она, и вожидающе посмотрела на Тома, предоставив ему развивать тему самому. Сесть было некуда, встать тоже. Том принялся расхаживать взад и вперед, думая, с чего лучше начать. Амелия всегда действовала на него таким образом. В ее присутствии он немного нервничал и чувствовал себя каким-то несовершенным. «Моложе на целое поколение», — подумал он. «То, о чем я собираюсь рассказать, довольно непросто». «А когда бывает просто?» «Пожалуйста», — он чуть не попросил Амелию не перебивать, настолько нелегко ему было говорить. «Поэтому я просто изложу тебе факт». «Насчет ограбления?» Том покачал головой. Амелия сбросила туфли, ногти у нее на ногах были накрашены, и он поймал себя на том, что пельца на них как школьник. «Когда ты впитаешь информацию, надеюсь, ты поймешь, что я на твоей стороне и что я делаю все это, чтобы защитить тебя». «Да, боже мой, Том, говори уже». Он посмотрел на нее и вспомнил, какой счастливой выглядела Амелия тогда у бассейна. «Расслабленный, безмятежный, как трогательно она заботилась о Франсуа. Сейчас ему предстояло все это разрушить». «Твоя поездка во Францию кое-кого обеспокоила?» «Прошу прощения». «Пожалуйста». Том предостерегающе поднял руку. Разумеется, он собирался все объяснить. Саймон и Джордж занервничали. «Их насторожило, что ты взяла отпуск без всякого предупреждения. Поэтому они попросили своих людей понаблюдать за тобой в Ницце». «Откуда тебе это известно?» Том восхитился ее невозмутимостью. Амелия спросила это так, будто ее интересовала исключительно эта деталь. Вероятно, она была уже на несколько ходов впереди него, рассмотрела проблему в семи ракурсах сразу, просчитала всевозможные варианты его ответа и вероятные осложнения. «Когда ты исчезла, Джимми Марквент нанял меня, чтобы я тебя нашел». Он внимательно наблюдал за ее лицом. «Понятно». «Слушай». «Том пристроился на край большого стола, но тут же встал и подошел к дивану. «В общем, в двух словах. Из сейфа в твоем номере в Гелеспе я достал ключи от машины, которую ты взяла на прокат». «О, Господи!» Амелия уставилась в пол. Этого она не ожидала. «Извини», — пробормотал Том и тут же почувствовал себя дураком за то, что извиняется. «Я взял твой Блэкбери, проверил звонки и отправился вслед за мной в Тунис. Да, я понимаю», — сказала она почти враждебно. Тому захотелось поскорее совсем покончить. «Мужчина, с которым ты была в Тунисе, не тот, кто ты думаешь». Амелия подняла голову. У нее был такой вид, будто он наступил ей на душу. «А кто он, Том? Как ты думаешь?» «Он не твой сын». За четыре года до этого, вспомнилось вдруг ему, он, Амелия Левина и еще целая группа людей сидели в командном пункте в провинции Гельмент, когда поступила новость о том, что два сотрудника Ми-6 и пятеро их американских коллег погибли в результате теракта в Ван на Джафе. Террорист-смертник привел в действие мощное взрывное устройство. Один из мужчин, офицер высшего звена и видная фигура в Ми-6, разразился слезами. Том лично вывел в коридор женщину из Центрального разведывательного управления и успокаивал ее минут пятнадцать. Одна лишь Амелия сумела удержать себя в руках. «Это цена войны», — объяснила она ему позднее. «Почти единственной из своих коллег она выступала за вторжение враг. Благонамеренные левые по обе стороны Атлантического океана, готовые оставить страну в руках маньяка, мечтающего уничтожить целую нацию, приводили ее в бешенство. Амелия была реалисткой. По ее мнению, мир не делился на черное и белое, однозначно правильное и стопроцентно неправильное. Она знала, что иногда плохие вещи случаются и с хорошими людьми, и все, что остается человеку, — это придерживаться собственных принципов». Поэтому Том совсем не удивился, когда она взглянула на него с упрямым безразличием. «Вот как!» Он знал ее как свои пять пальцев. Амелия сделает все, чтобы сохранить достоинство и не потерять лицо. «В Париже я вышел на его ближайшего друга», — продолжил Том. «Парня зовут Кристоф Делестер. Оказалось, что похороны состоялись дважды. Филипп и Жанин Мало были кремированы 22 июля на Перла-Шез. Сведения об этом были стерты отовсюду, откуда только можно. Почти наверняка не без помощи наших друзей из ДГСЕ. Ты была на похоронах для самого тесного круга 26 июля в крематории в 14 округе, правильно? Амелия кивнула. «Кто произносил речь?» «Вот этот человек?» Том показал Амелии снимок Делестера. Он сфотографировал его на мобильной на Монмартре. Она взглянула на экран. «Это Делестер?» «Да». Я не видела его раньше. Речи не было. Читали отдельные отрывки из Библии и... Она замолчала. Все было ясно. Пухороны были поддельными. Том кивнул. Смотреть, как терзается Амелия, было невыносимо, но у него не было другого выхода, кроме как продолжать. Под конец нашего разговора с Делестером и его женой я показал им фотографию Франсуа возле бассейна в Валенсии, Карфаген. Они его не узнали. Кристоф сказал, что у них похожее телосложение, цвет волос, глаз, но, тем не менее, это совершенно другой человек. Они ни разу в жизни его не видели. Амелия встала, как будто бы отвергая все, что только что услышала. Она вошла в кухню, налила воды себе и Тому и протянула ему пластиковый стаканчик. Судя по ее лицу, сил говорить у нее пока еще не было, и Том решил закончить историю и изложить свои выводы так аккуратно, как только мог. Похоже, что в Париже каким-то образом узнали о твоем сыне. Думаю, это произошло в последние годы. Затем было организовано убийство Филиппа и Жанин Мало, а тебе подсунули агента, и поскольку у тебя не было причин ему не верить, ты приняла этого человека за Франсуа. Амелия отпила воды. Она не могла не задать этот вопрос, он был неизбежен. А что с Франсуа? Что с моим сыном? Тому захотелось подойти к ней и прижать ее к груди. За долгие годы знакомства с Амелией он никогда не позволял своей симпатии помешать их профессиональным отношениям. Сейчас ему понадобилась вся его внутренняя дисциплина. Никто не знает, что с ним. Судя по имейлам и сообщениям, которые получал Делестер, Франсуа еще может быть жив. Велика вероятность, что ДГСЕ держит его в заложниках, возможно, где-то в Лангедоке. Внезапно звякнул лифт. Кто-то поднялся на пятый этаж. Двери разъехались в стороны, и на площадку вышел пожилой мексиканец, который тянул за собой пылесос. Том увидел, что в руках у него связка ключей, и что он собирается открыть дверь офиса. Он быстро встал и подошел поближе. — Что вам нужно? — крикнул он через закрытую дверь. — Это просто уборщик, — пробормотала Амелия. Уборщик лениво помахал рукой и показал, что зайдет позже, когда офис освободится. Том вернулся к дивану. — Держат в заложниках? — переспросила Амелия. — Том видел, что она изо всех сил старается скрыть отчаяние. — Ну, это было бы логично. Он вдруг понял, что не знает, что еще сказать. Он не представлял себе, где находится Франсуа. Единственное, что было известно Тому, это что человек, выдававший себя за него, попросил марсельского таксиста высадить его в некой деревне к югу от Кастельнадари. Амелия надела туфли. — Интересная история, — заметила она и наклонилась, чтобы смахнуть с колготок какую-то пылинку. Том молчал. Он по-прежнему не находил слов. — Но возникает один вопрос, тебе так не кажется? — Возникает несколько вопросов, — возразил Том. — Она что, собирается уйти, — подумала? — Например, вопрос, почему или зачем? — Почему ты или зачем почувствовать Франсуа? Она бросила на него слегка презрительный взгляд. — Нет, при чем здесь это? Том на мгновение обиделся. — Я имею в виду, зачем организовывать такую серьезную операцию? Убивать невинных граждан. Конечно, ДГСЕ случалось проводить аккуратные зачистки за пределами Франции, но что плохого сделали Жанин и Филипп? — Зачем ДГСЕ идти на такой риск? Ведь у этого дела масштаб не меньше, чем у радужного воина. И для чего? Чтобы меня опозорить? — Ты никогда не слышал о сотруднике ДГСЕ, которые работают под именем Бенедикт Вольтер? — спросил Том. Амелия покачала головой. — Высокий, лет пятьдесят пять, курит сигареты без фильтра, постоянно, язвительный, немного мачо. Под это описание подходит любой француз средних лет. Он был слишком напряжен, чтобы рассмеяться. — Черные и крашеные волосы, — добавил он. — Возможно, его настоящее имя — Люк. — Люк? Амелия пошевелилась. — Думаешь, ты его знаешь? — В ДГСЕ, наверное, не меньше ста люков, — осторожно сказала Амелия. В конце концов, это могло быть просто совпадением. Перед Ираком у меня были кое-какие дела с человеком, который более или менее похож на того, кого ты описываешь, но не будем делать преждевременных выводов. — Дела? — Какого рода дела? — Романтический или профессиональный, — подумал Том. Амелия быстро развеяла туман. Помнишь, в 2002-2003 мы довольно агрессивно атаковали французов в ООН, после того, как Ширак решил отвернуться от Блэра и Буша. Том подозревал, что такая операция имела место быть, но поскольку она была сверхсекретной, он никогда не слышал, чтобы о ней говорили вслух. — Так вот, в то самое время я завербовала источник в Елисейском дворце. — Лично ты? — Лично я. Ее кодовое имя было Дэнёв. Том был впечатлен, но не удивился. Как раз на таких путчах Амелия Левин сделала себе имя. — И Люк об этом узнал? — Такие у вас были дела? Амелия встала и прошлась от стены к стене, как покупательница в магазине обуви, которая примеряет туфли. — Мы всегда подозревали, что Дэнёв ненадежна, — наконец выговорила она. Но время работало против нас, и нам была нужна любая информация, которую можно было получить от людей Ширака. Когда началось вторжение в Ирак, наши контакты с Дэнёв быстро прекратились. Через несколько недель ее уволили. — Если Люк, о котором ты говоришь, — это Люк Жаво, то он тот самый офицер ДГСЕ, который обнаружил утечку информации от Дэнёв. Мы думаем, что она назвала меня как своего куратора, чтобы спасти свою шкуру. Жаво даже позвонил мне лично и предупредил, чтобы я не вздумал осоваться к французам и вербовать агентов. Должно быть, интересный получился разговор. Скажем так, окончился он не слишком хорошо. Конечно, я все отрицала, но Жаво дал понять, что на Лондон открыт сезон охоты. Том придвинулся ближе. — Ты считаешь, есть вероятность, что это ответный шаг? — Смысл операции «Смоло» был не только вместе, и у Амелии хватало ума и опыта, чтобы это понимать. Нужны были более серьезные доказательства. — Какие еще варианты? — спросила она. — Африка, — предположил Том. — Африка? Он подумал об этом еще в Париже. — Арабская весна. — Французам известно, что Амелия Левин выступает за дальнейшее распространение британского влияния на этот регион. Они знают, что к тебе прислушивается сам премьер-министр. Одно из двух. Либо они хотят шантажировать тебя и заставить ослабить контроль над Ливией и Египтом, либо просто собираются разоблачить тебя, когда дело дойдет до проверки Франсуа. Париж считает Магриб своей грядкой. Они уже в значительной степени проиграли китайцам французскую Западную Африку. Меньше всего на свете им нужна глава Ми-6, которая хочет расширить зону влияния. Амелия задумчиво посмотрела на закрытую ставнями в витрину по другую сторону улицы. — Значит, они избавляются от меня. Главой становится Джордж Траскотт, а Москва возвращается к тому раскладу, что был до 11 сентября. Именно эта идея нравилась Тому все больше. Никаких движений по отношению к Ливии, Египту и Алжиру. Никакой внятной стратегии насчет Индии и Китая. В Бразилии два офицера и собака. Просто продолжаем целовать Вашингтон в задницу и сохраняем статус-кво времен Холодной войны. Неудивительно, что операция началась, как только тебя назначили главой. Может быть, ДГСЕ знают про Франсуа уже много лет, но они решили начать действовать только сейчас. Это кое о чем говорит. Это означает, что они понимали, что Франсуа, если подойти к теме правильно, может послужить отличным оружием, чтобы тебя дискредитировать. Разоблачи его, и твоя карьера окончена. — Моя карьера и так окончена, Том. — Необыкновенно пораженческая позиция для Амелии, — подумал Том. — Не факт. Одна из ламп истерически замигала. Том потянулся до потолка и покрутил трубку, чтобы она погасла. — Об этом никто не знает. — Никто, кроме меня. Амелия бросила на него острый взгляд. — Ты не сказал Маркуэнда? — Он думает, что у тебя был секс-уикенд, что вы с Франсуа отправились в Тунис, чтобы потрахаться. Все так думают. — Еще одна интрижка Амелии, ничего необычного. Амелия поморщилась, и Том подумал, что зашел слишком далеко. Мужское лицемерие во всей красе. Она отпила глоток воды, и он понял, что прощен. — У нас есть выход. Уже не в первый раз ему пришло в голову, что, спасая карьеру Амелии, он спасает и свою. Их глаза встретились. — Просвети меня. Том передвинул какие-то предметы на столе. — Мы последуем за ДГСЕ. — Мы выведем на чистую воду человека, который притворяется мало. Назовем его Кукушка. Именно это он и есть. Кукушонок в чужом гнезде. Он допил воду и поставил стакан на стол. — Пригласи его провести выходные в твоем доме в Чок-Бисет. Только вы вдвоем, мать и сын. Мы соберем команду и проверим его насквозь. Его телефоны, лэптоп, все. Мы выясним, кто стоит за операцией. И в конце концов он выведет нас туда, где прячут твоего сына. — Ты правда веришь, что Франсуа еще жив? — спросила она. — Конечно. Суди сама. Он для них как страховка. Даже в самом худшем случае, если все закончится провалом, он все равно будет у них в руках. Зачем убивать того, кто представляет такую ценность? Глава сорок восьмая. Он не боялся смерти, но боялся Слемана Нассаха. Он мог справиться с ожиданием, с потерей личного пространства, но Слеман наводил на Франсуа ужас, потому что он был единственным, абсолютно непредсказуемым среди них человеком. Роли были распределены сразу же, как только они привезли его сюда из Парижа. Люк и Валери держались на расстоянии и никогда не встречались с ним взглядами. Аким играл хорошего полицейского с добрыми бесхитростными глазами. А Слеман... Слеман использовал любую возможность уязвить Франсуа, нащупать его слабое место и ударить в него как можно больнее. Он осыпал его бесконечными угрозами и оскорблениями. Хуже всего было, когда все уходили. Уже на третий день Аким отправился за продуктами, а Люк и Валери пошли прогуляться в саду. Слеман вошел в его комнату, закрыл дверь, сделал Франсуа знак, чтобы он не издавал ни звука, и быстро зажал ему нос. Когда Франсуа открыл рот, чтобы сделать глоток воздуха, он сунул ему в рот какую-то тряпку или носовой платок, пахнущую бензином. Франсуа испугался, что Слеман сейчас поднесет к ней зажигалку и подожжет ему лицо. Слеман стал связывать ему руки и ноги, и Франсуа начал сопротивляться. Ему удалось приподняться с кровати, но он тут же свалился на холодный пол. Слеман открыл дверь, на минуту вышел и вернулся с ножом. Он раскалил его на газовой плите на кухне. Улыбаясь, он поднял Франсуа и посадил его на кровать. Потом он принялся описывать круги перед его глазами. Франсуа чувствовал жар страшного черного лезвия. Кончик ножа обжег его прямо над левым глазом, так что по щеке потекли слезы. Слеман засмеялся и сказал, что он ревет, как девчонка. Через несколько секунд он вытащил кляп, развязал Франсуа и вышел из комнаты, не забыв запереть дверь. Из соседней гостиной послышались звуки какого-то арабского рэпа и донесся сильный запах марихуаны. Франсуа всегда считал себя сильным и самодостаточным человеком, которого непросто лишить душевного равновесия. В 14 лет родители сказали ему, что его усыновили, что его настоящая мать англичанка, и она по каким-то причинам не смогла заботиться о своем ребенке. Он привык считать себя чем-то нежеланным и временным, несмотря на то, что Филипп и Жанин обожали его и были ему прекрасными родителями. Но они никогда не смогли бы полюбить его так, как родная мать. Это развило в нем определенного рода упорство и глубокое прочное недоверие к людям. Из страха оказаться покинутым и не желая снова испытать боль, Франсуа старался держать знакомых и коллег на расстоянии вытянутой руки. Исключение составляли один-два человек. Он не оставался нигде подолгу, переезжал с места на место, переходил с работы на работу так, чтобы не успеть пустить корни и привязаться к людям. Больше всего он страдал от того, что Слеман каким-то сверхъестественным чутьем догадывался об этом. Франсуа пугало не столько одиночество или неизвестность, сколько тот факт, что Слеман мог в любой момент начать изводить его по поводу обстоятельства его рождения. «Подумай только», — прошептал он как-то ночью через дверь. «Твоя собственная мать так тебя ненавидела, что захотела избавиться от тебя, отдать тебя другим. Ты когда-нибудь об этом думаешь? Представляешь, каким ты бы уродом? Только настоящая пизда могла сделать такое со своим сыном. Как ты считаешь? Было три или четыре часа утра, весь дом спал, и даже пение цикад не нарушало полной абсолютной ужасной тишины». Франсуа закрыл голову подушкой и прижал ее к себе изо всех сил, но все равно отчетливо слышал каждое слово Слемана. «Я видел фотку твоей матери. Красивая женщина. Я бы хотел ее трахнуть. И Аким тоже хочет ее трахнуть. Может быть, мы оба сделаем это, когда убьем тебя. Что скажешь? Как тебе такая идея? Мы оба трахнем ее в задницу за то, что она сделала с тобой маленьким беззащитным ребенком». Наверное, это была худшая ночь в его жизни из тех, что запоминаются навсегда. Но насмешки и задирания Слемана всерьез подрывали его дух. «Каждый раз, когда он приносил еду или забирал в ведро, или считал, что Аким слишком нянчится или миндальничает с нашим малышом, Слеман отпускал мерзкое замечание или приставлял к его гениталиям пистолет и вырывал волоски на шее сзади или силой бил по голове. Франсуа думал, как поступил бы на его месте более храбрый человек. Попробовал ударить Слемана в ответ. «Сделал бы попытку убежать. Возможно, стоило попытаться сбежать. Если они убили Филиппа и Жанин, они наверняка попытаются убить и его». Часто, когда Слеман дежурил ночью, он будил Франсуа пинками, просто чтобы не давать ему спать, чтобы немного развлечься во время скучной ночной смены. Поэтому Франсуа старался спать днем. Он лежал на кровати, прислушивался к кваканию лягушек и пению птиц в саду и мечтал о Париже, о том, чтобы родители вдруг оказались живы и вытащили его из переделки, в которую он попал. Потом, со временем, он начал думать о своей настоящей матери, об Амелии Лявин, но он никогда не видел ее лица, не представлял себе, как она выглядит. Ни она, ни человек, который был его отцом. Похож ли он на них? Возможно, теперь Франсуа был уже слишком взрослым, и семейное сходство потерялось. Он никогда не думал о том, чтобы их найти, ни разу с тех пор, как Филипп и Жанин сообщили ему правду. Но к концу третьей недели заключения Франсуа начал молиться о том, чтобы они его спасли. Чтобы настоящие родители каким-то образом заплатили выкуп и вернули его к жизни в Париже. Иногда Франсуа плакал, как ребенок, по матери, которую он никогда не видел, по отцу, которого он не знал. Он старался, чтобы никто этого не заметил. Франсуа не хотел доставлять Лиману лишнее удовольствие. Он как мог пытался сохранять достоинство. Но все было в сто раз хуже из-за Венсана. Франсуа знал, что другой человек заменил его, украл его жизнь, и что он налаживает отношения с Амелией. И это было абсолютно невыносимо. — Венсан живет в твоем доме, — повторял Слиман, — день за днем, ночь за ночью. Он носит твою одежду, трахает твоих девчонок. Он даже ездил в отпуск с твоей матерью. Ты не знал? Так вот я тебе сообщаю. Люк, — говорит, — она его обожает. Они не могут друг на друга наглядеться. Он собирается переехать в Англию и жить с ней. — Как тебе это нравится, Франсуа? У Амелии теперь есть сын, о котором она всегда мечтала. Зачем она будет платить деньги за такую вонючку, как ты? Глава сорок девятая Амелия позвонила человеку, который больше не был ее сыном, который унизил ее, как не унижал никогда и никто, меньше чем через час после того, как они с Томом встретились в Квинсвее. Она вышла на кухню и набрала его номер со своего личного мобильного. Том стоял рядом и не уставал поражаться способности Амелии изображать любящую мать после того, как она обо всем узнала. — Франсуа, — это Амелия. — Я скучала по тебе, милый. Как ты? Как там в Париже? Они разговаривали почти десять минут. Франсуа, в кавычках, рассказал, как добрался домой из Марселя, не проколовшись ни в одном из пунктов. Его легенда была безупречна. Амелия подумала, что такую способность к обману встречает, пожалуй, в первый раз. Ей пришло в голову, что тот, кого Том назвал Люком, вполне возможно, сидит сейчас рядом с кукушкой в Париже, точно так же, как Том рядом с ней. Два комплекта шпионов в Лондоне и Париже, и все думают, что они переиграли другого. — Какие у тебя планы на выходные? — спросила она. — Никаких, — ответил кукушка, — а что? — Я просто подумала, что если ты свободен, ты мог бы приехать ко мне в Уилтшер и провести выходные в моем доме. — Я понимаю, может быть, я слишком тороплю события? — Нет, нет, — с энтузиазмом возразил кукушка. Его начальство в Париже должно было одобрить такое приглашение. — Жиль тоже будет? — Нет. Амелия взглянула на Том. Он нахмурился, как будто не понимал, откуда у кукушки такой интерес к мужу Амелии. — Думаю, нет. Он уезжает. А что, ты хочешь с ним познакомиться? — Знаешь, наверное, на данный момент я бы предпочел, чтобы мы были только вдвоем, если ты не возражаешь. — Конечно, милый. Она выдержала идеальную паузу. — Так это значит, что ты согласен? — Я с радостью приеду. — О, это замечательно. Буду тебя ждать. Амелия вспомнила, как кукушка настаивал на том, чтобы плыть до Марселя паромом, и решила устроить ему маленькую блиц-проверку. — Я вышлю тебе билет на самолет? — Я не люблю летать, помнишь? — тут же ответил он. Такой реакции можно было только позавидовать. Какой же она была дурой, полной тупицей, как можно было позволить так себя провести. А теперь она должна была продолжать лгать, следить за каждым своим словом, чтобы ее поведение в Уилтшире ничем не отличалось от поведения в Тунисе. Нужно играть роль любящей матери, обнимать его, улыбаться, интересоваться его делами. Амелия боялась этого и в то же время жаждала отомстить. Она вновь оказалась в привычной среде, так не похожей на тунисское блаженство. Здесь требовалось неослабное внимание, абсолютная преданность делу и отсутствие личных эмоций. Возможно, это и была ее настоящая стихия. — Я умираю с голода, — сказала она и положила руку на лог Тома. Один из маленьких жестов, позволяющих контролировать мужчину, который давно вошел у нее в привычку. — Отведешь меня куда-нибудь поесть? — Конечно. Они дошли до ливанского ресторана на Вестборн-Гроув, сели за стол и стали обсуждать план действий. Меню были раскрыты, бутылка вина уже заказана. Чтобы сохранить операцию в тайне от Траскота, Хейнеса и Марквенда, Том предложил собрать свою собственную команду из верных людей, не состоящих на службе на Воксхолк-Кросс. Он подумал, что стоит связаться с Барбарой Найт, и сказал, что позвонит ей утром в Ниццу, чтобы обо всем договориться. Они заказали еду, и Том отправил сообщение Эльзе Кассани с вопросом, сможет ли она прилететь в Лондон ближайшим рейсом. Эльза ответила минут через пятнадцать. «Для вас все что угодно», — прочитал он и улыбнулся. Том знал парня из Ми-5, бывшего техника по имени Хэролд Моббрей, который сейчас работал на частную фирму, и решил, что он составит отличный тандем с Эльзой. Вместе они смогут хорошенько прочесать компьютер кукушки и его мобильные телефоны. Еще им был нужен человек, который будет следить за кукушкой, когда он покинет дом Амелии Уилтшери. На эту роль Том определил одного старого знакомого, бывшего морского пехотинца Кевина Виггарса. Том знал, что за наличные Кевин сделает все, что от него требуется. «Мне понадобятся деньги», — сообщила Амелия. «И много. Это все хорошие специалисты, им всем нужно хорошо заплатить». «Организуем», — отозвалась она. «Интересно, — подумал Том, — будет ли она обращаться за деньгами к Жилю?» «Я посмотрю, что можно раскопать на Люка Жаво, но я не смогу вырваться из офиса на этой неделе. Тебе придется действовать самому до следующей пятницы, тогда мы встретимся в Уилтшери. Следующие несколько дней у меня сплошные встречи. А в среду премьер-министр. Справишься?» Том кивнул. «Хорошо». Так было даже лучше. «Пусть Амелия остается в стороне от всего, пока кукушка еще в Париже. В случае, если что-то пойдет не так, ей будет легче все отрицать». «Как насчет силовых ресурсов?» «Что ты имеешь в виду?» Том постарался объяснить свою мысль как можно более осторожно. «Если мы найдем Франсуа, возможно, нам понадобится применить силу. Если они потребуют выкуп, то обязательно попытаются убить его. И неважно, заплатишь ты или нет». «Я понимаю». Амелия отодвинула от себя тарелку с остатками еды и промокнула губы салфеткой. Том принял это за признак волнения и, как выяснилось, ошибся. «Я хочу сказать, мы должны добраться до них до того, как дойдет до этой стадии. Нужно застать их врасплох». «Я поняла, что ты хочешь сказать, Том». Амелия обвела взглядом обеденный зал. Официант убирал тарелки и стакан из соседнего столика. «У нас есть люди во Франции и в Северной Испании, и они могли бы сделать такую работу. Но я не знаю, как провести это мимо Саймон. Чтобы использовать SAS, понадобится некоторое... искусство. Примечание. SAS Special Air Service – особая воздушная служба подразделения спецназа вооруженных сил в Великобритании. Конец примечания. «Забудь о SAS. Нам надо будет обратиться к наемникам». Амелия покрутила золозую цепочку на шее. «Если только они не психи-энтузиаст. Я знаю таких ребят. Они неделями ничего не делают, сидят на месте, чистят винтовки, вспоминают добрые старые времена в Херрифорде. Я не хочу, чтобы они ворвались туда и открыли шквальный огонь по всему, что движется. Мне нужны люди с опытом и такие, которые хорошо знают Францию». «Конечно». «Я хочу, чтобы ты пошел с ними, Том. Обещаешь мне? Чтобы приглядывать за ними?» Эта просьба поразила Тома не на шутку. За всю свою долгую карьеру он не сделал практически ни одного выстрела. И тем не менее он не хотел отказывать Амелии. «Обещаю», — сказал он. «Конечно, если до этого дойдет, я пойду с ними». Он слегка улыбнулся и, кажется, немного его успокоил. «Мы найдем Франсуа. Что бы ни случилось, мы найдем его и привезем обратно домой». «Обещаю».